Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Без широких народных гуляний в формате спокойных выходных. В Самаре подходит к концу масленичная неделя. Как самарцы отметят, проводы зимы. Впервые под мирным небом. Пятилетний Арсений Хабибуллин из Луганска отмечает день рождения и принимает гостей. Депутат Александр Хинштейн проверил, как живут переселенцы в пункте временного размещения в Самаре. Семь российских банков под угрозой отключения от системы SWIFT. Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни самарцев? Деньги больше не решают. Рассказываем о новых способах мотивации труда. Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Сахалин. Спрос на внутренний туризм вырос. За несколько дней до весенних каникул самарцы скупают туры по России. Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку президента России Владимира Путина. Это произошло на заседании региональной общественной палаты, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Открытое письмо подписали около 200 общественных и некоммерческих организаций Самарской области. Напомню, наш регион стал одним из первых, где активно включились в процесс по оказанию помощи жителям Донбасса. Область в числе первых отправила гуманитарную помощь в республики и приняла вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первый день рождения под мирным небом отметил сегодня Арсений Хабибуллин, прибывший в Самару из Донецкой Народной Республики. Сене исполнилось 5 лет. С праздником его поздравил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он привез мальчику подарок и проверил условия проживания переселенцев из ЛНР и ДНР. Подробности в нашем сюжете. Арсений Хабибуллин вместе с мамой в Самару приехал из Донецкой Республики. Сегодня мальчику исполнилось 5 лет. И хотя дома остались близкие люди, отец, бабушка и дед, именинник и его мама счастливы. Это первый день рождения, который Сеня встречает с гостями и подарками. Год назад в этот день семья пряталась от бомбежек. Здесь ему сейчас весело. Мы вообще в подвале были даже, день рождения его праздновали, обстрелы были тоже. А сейчас ему спокойно, весело здесь. То, что он в безопасности, это очень хорошо. Камень в душе. То, что ничего не пролетит сюда. Поздравить именинников пункта временного размещения в Самаре приехал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Он проверил, как налажен быт и питание переселенцев из ДНР и ЛНР. Очень трогательно слушать их слова, когда они благодарят Россию, за то, что в такой непростой момент им пришли на помощь и говорят о том, что они обратно ехать не хотят, что им здесь больше нравится, чем у себя дома. Мне кажется, это очень важно, потому что, когда люди, приехавшие с войны сюда, пережившие очень страшные для себя дни, годы жизни, видят, что к ним относятся не просто перевезли и эвакуировали, а что сами мы, местные жители, россияне, самарцы, им действительно рады, им сопереживаем, и нам не все равно. Вот мне кажется, вот это тепло наших сердец, оно для них очень дорогого стоит и очень важно. После приезда в Самару переселенцы находятся на карантине по коронавирусу, поэтому пока дети учатся здесь. Их разделили по возрасту. Потом будут возить на автобусе в ближайшую школу. А у их родителей появится возможность трудоустроиться, о чем мечтает Александра Кнышова. У себя на родине она работала медсестрой. Говорит, без дела сидеть не привыкла. Спасибо большое за все. Приятные люди, доброжелательные. Встретили очень хорошо, мы не ожидали. Отношения хорошие к людям, к деткам особенно. А боли одели с ног до головы, спасибо огромное. Нам пришлось выезжать, потому что психика детей нарушается очень, не дай бог, конечно, никому такого увидеть, не услышать. Помочь прибывшим из Донецка и Луганской народных республик могут все желающие. Вещи можно принести в один из пунктов временного размещения переселенцев. В Самаре их два, на базах отдыха Дубки и Волжанка. Или в гуманитарные центры. В одном из них трудится наша коллега, ведущая телеканала «Самара ГИС» Инесса Панченко. Кому сейчас страшно, нервно, бездуховно, идите волонтерить в гуманитарные центры, потому что вот именно там получаешь эту бесподобную энергию такого какого-то единения и сострадания. Понятно, что очень много везут гуманитарной помощи от организаций. Но представляете, когда приходит бабушка старенькая, вот она ясно, что на последние гроши купила коробку порошка и рулон туалетной бумаги, пакетик лука. Но она принесла. Вот меры ее сострадания. По словам волонтеров, сейчас необходимы средства гигиены, памперсы, а также обувь и верхняя одежда. Приносить все это можно в гуманитарный центр по адресу Старозагора 2Ж напротив храма трех святителей. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Очереди к банкоматам и хранение денег под подушкой сейчас бессмысленны. Гораздо выгоднее открыть рублевые вклады, поскольку ставки по депозитам выросли. Не помешает клиентам банков и отключение от системы SWIFT, анонсированное Евросоюзом с 12 марта. Почему не стоит поддаваться паническим настроениям, расскажем в сюжете. Евросоюз с 12 марта отключает от системы SWIFT семь российских банков. SWIFT – это бельгийский сервис быстрой передачи сообщений, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждением сделок и другой документацией. Он объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в разных странах мира. Россияне уже начали закрывать свои вклады, но эксперты предупреждают, что решение не затронет банковских вкладчиков, поэтому не стоит поддаваться панике. Зарубежные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, напрямую от SWIFT не зависят. И отключение от системы SWIFT влияет на платежи и переводы в сфере, скорее, не граждан, а организаций, работающих в сфере расчетов с экспортно-импортными потоками. То есть граждане здесь никак к ним не привязаны, в первую очередь, организации, как клиенты банковские. Во-вторых, все платежи и переводы в России по банковским картам, в том числе Visa и MasterCard, они все равно проходят через внутреннего оператора. Таким образом, даже если Visa и MasterCard примут решение покинуть российский рынок, платежи и переводы и вся платежная дисциплина будут работать в прежнем режиме, то есть штатно. Аналогичный комментарий мы получили от пресс-службы одного из крупнейших самарских банков. Отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов на территории нашей страны. Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, национальной системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений. Поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках. Решение об отключении от SWIFT не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами, которым банк оперативно дал и продолжает предоставлять все необходимые актуальные рекомендации по проведению данных платежей. По мнению экспертов, не нужно создавать очереди у банкоматов. Банки пошли на повышение ставок, в том числе и по вкладам. Показатели достигают 20% годовых и выше. Сейчас не нужно бояться открывать новые вклады и размещать средства на рублевых депозитах. Естественно, сейчас не надо бояться открытия новых вкладов, сбережений, размещения в рублевые депозиты. Потому что ставки достаточно высокие, достаточно привлекательные. Они полностью призваны перекрыть обесценивание денег, рост цен на отдельные виды продукции. И действительно, почему бы не открыть новый вклад? А с точки зрения безопасности, действительно, в текущей ситуации, ввиду беспрецедентного санкционного давления, банкам помогают ликвидностью мегарегулятор. Есть определенные послабления в регуляторике банковского рынка, что позволяет банкам, в том числе крупнейшим банкам, пройти этот период с минимальными потерями. По словам эксперта, отключение от SWIFT не оказывает прямого влияния на розничных клиентов. Поэтому не стоит снимать все наличные деньги, чтобы хранить их под подушкой. Потому что в этом случае они действительно обесцениваются. Светлана Кудрявцева, События. Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Сахалин. В преддверии весенних праздников и каникул самарцы начали искать варианты для отдыха. В приоритете – внутренний туризм, спрос на который растет. Сегодня многие регионы снимают антиковидные ограничения. Это также подогревает интерес туристов. Кто уже готов встретить самарских путешественников и где рекомендует провести весенние каникулы турагенты, выяснила Гульфия Сафина. Последняя неделя для сферы туризма выдалась непростой. Силы были направлены на корректировку внешних полетных программ и перебронирование туров. Однако на внутренний туризм спрос растет. Многие продолжают покупать путевки на лето, разбирая их по акции. Не исключено, что спрос увеличится и перед началом весенних каникул. Люди в основном стараются планировать поездки буквально на ближайшие даты. Завтра, послезавтра или через два, через три дня. Поэтому я не буду кривить душой и говорить, что у нас сейчас обвал заявок с поездками на каникулы. Но могу совершенно спокойно заверить, что достаточно предложений для того, чтобы спланировать свой отпуск. Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от международных туров и обратить внимание на многообразие внутренних туристических направлений. Например, из самых ближайших – Масленица в Суздале или фестиваль подледного лова в Чкаловске. Впрочем, в лидерах остаются столичные города. К тому же, в Москве и Питере сняли антиковидные меры по QR-кодам. Калининград. Понятно, что изменен маршрут, коридор полетный, но рейсы выполняются в полном объеме. Для тех, кто все-таки как-то активно любит отдыхать, у нас выполняется из Москвы прямая полетная программа на Байкал, на Сахалин. Это опять же того, что давным-давно не было. А вот запросы на внешние перелеты в связи с последними событиями упали на 70%. Например, из Самары в марте можно отправиться только в Анталью. Поэтому все внимание приковано к турам по России. Практически вся страна бронируется на Россию. Цены сохраняются, в принципе, они сохраняются нормальные. На данный момент, на текущий момент, ситуация в том, что она меняется и цена растет. На 8 марта, праздничные даты, можно отправиться в Сочи. Порядка 24-25 тысяч на двоих. Это будет полный пакетный тур. Чуть больше будут стоить туры в Калининград цены от 28 тысяч с перелетом на двоих. Из новых программ Санкт-Петербург плюс Карелия. Увидеть культурную столицу и заодно Валаам или Кижи можно за 30 тысяч на одного туриста. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 3874 случаи заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 338 176. Такие данные в четверг 3 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 4856 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 294 120 пациентов. В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. Самарцам вместо широких народных гуляний предлагают встретить праздник в домашнем кругу. Глава города Елена Лапушкина рассказала, что ограничения связаны с эпид-обстановкой. Вынуждена горчить. Никаких широких масленичных гуляний в этом году не будет. Не было их в прошлом году. К сожалению, не было и такого серьезного празднования Нового года. В городе Самары люди продолжают болеть. Поэтому мы символично украсим площадь Куйбышева. Но еще раз подчеркну, никаких масленичных гуляний, как это было принято, и по традиции на территории города Самары не будет. Проводы зимы сегодня провели во Дворце ветеранов для актива городской организации инвалидов. Подробнее Ольга Хомракулова. Проводить зиму, отметив масленицу. Но не широкими гуляниями, а скорее по-семейному. Такой праздник организовали во Дворце ветеранов в рамках проекта «Берегиня земли Самарской» для актива городской организации инвалидов. У нас объединились и разные общественные организации. У нас приехал коллектив из Кенеля. У нас разные коллективы творческие. То есть идет объединение людей. Идет моральная, вот такая визуальная поддержка людям, что наша жизнь продолжается, что она не заканчивается. Обязательный атрибут праздника – конечно, блины. Все по традициям широкой масленицы. Песни, частушки и забавы. Сегодня у нас во Дворце масленица. Это один из праздников, который мы очень любим. Потому что это действительно праздник весны, радости, обновления, соединения, возрождения. А сегодня в празднике задействованы силы творческих коллективов нашего любимого дворца. Театральная студия, вокальные коллективы, танцевальные коллективы. Масленичная неделя продлится до 6 марта. Все праздничные локации доступны для свободного посещения. А их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Дорожные службы продолжают расчищать городские улицы от снега. Минувшие ночью для приведения улично-дорожной сети в порядок задействовали 68 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники. Из них 114 самосвалов. Работы проводят в ночное время, когда снижается интенсивность движения транспорта. Снег отправляют на специальные площадки для временного складирования. С начала зимы уже вывезено более 380 тысяч тонн. Так ночью расчищали улицу Ленинскую, которую в 2020-2021 годах комплексно отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Был выполнен широкий спектр работ от ремонта проезжей части до организации дорожного движения. Специалисты нашего учреждения осуществляют ежедневный мониторинг по состоянию дорожной сети. Особое внимание уделяется и данной улице с целью недопущения подрядчикам при содержании допустить повреждения покрытия бортового камня, тротуаров, элементов озеленения или их благоустройства. Во время плановых объездов, да, выполняем совместно с представителями подрядчика, осуществляется контроль. В случае выявления недостатков выписывается предписание. Из-за потепления талые воды скапливаются на проезжей части, поэтому в дневное время коммунальные службы проводят работы по открытию и проливу дождеприемников. Две трети от общего числа уже приведены в порядок. Далее о других событиях этого дня. В Самаре мужчина зашел в гостиницу и обворовал администратора. Девушка обратилась в полицию. Известно, что подозреваемый украл 3000 рублей, паспорт и электронную сигарету из кармана куртки, оставленную на ресепшн. Правоохранители составили ориентировку и выяснили, что вором оказался ранее судимый 35-летний житель поселка Новосемейкино. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что утром приехал в город и хотел прогуляться по набережной, но увидел открытую дверь гостиницы и зашел внутрь. За стойкой никого не было, и мужчина решил обчистить карманы в оставленной куртке, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области. Паспорт девушки нашли в квартире подозреваемого. Электронную сигарету он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела. У жительницы региона изъяли более 25 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. В отделение полиции поступила информация о незаконной реализации алкоголя в одном из магазинов в селе Сидоровка Самарской области. Правоохранители провели осмотр в указанной торговой точке и изъяли картонные коробки, в которых находились 56 пластиковых бутылок без акцизных марок и документов с прозрачной жидкостью внутри. Исследование установило, что 36-летняя женщина торговала спиртосодержащей продукцией незаконно, пояснили в ведомстве. Возбуждено административное дело. Нарушительнице назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. В столице региона произошел сбой транспортного приложения «Прибывалка-63». Сейчас специалисты работают над его восстановлением. Пользователям пока недоступна информация о транспорте, подъезжающем к остановкам. По информации профильного департамента, причиной неполадок стали проблемы с доступом в интернет по независимым от оператора причинам. Ремонтные работы продолжаются. Службы исследований HR выделили новые тренды на рынке труда. В большей степени они касаются мотивации и обучения персонала. Так, 70% соискателей при выборе места трудоустройства отдают предпочтение соцпакету, фиксированному окладу и комфортной рабочей обстановке. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Людям важно, чтобы их ценили. Успехи замечали, и это имеет не меньшее значение, чем конкурентноспособная зарплата, отмечают специалисты. А если базовые потребности человека закрыты, то атмосфера в коллективе играет куда большую роль. Опрос, который провел многопрофильный аналитический центр, показал, что россияне стали меньше ценить высокую зарплату при выборе идеального работодателя. 70% респондентов отдают предпочтение соцпакету, фиксированному окладу и комфортной рабочей обстановке. Сейчас на рынке труда важен именно практический выхлоп. По подсчетам аналитиков, 80% российских работодателей имеют корпоративную систему индивидуального награждения именно производительных сотрудников. И только 18% важен стаж и выработка часов. Как следствие, эксперты отмечают появление новых способов мотивации труда. Конечно, классический пример мотивации всегда остается – это заработная плата, но это уже не в фитах, так скажем. Сейчас, конечно, для сотрудников важны немножечко другие мотивационные инструменты. Например, компенсация транспорта или мобильной связи, или, например, интернета. Почему? Потому что сейчас очень много людей работает для стационка, удаленка. Изменился подход к рабочему месту персонала. Переход на удаленный режим работы закрепил новые мотивационные элементы. Сейчас совершенно меняется эта история в плане мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя – вот эти вот истории. Мы говорим сейчас про, если деньги, то это внешние стимулы. Нам нужно сейчас идти от внешнего к внутреннему. На новый уровень вышло и обучение персонала. Показательно, что не занимаются развитием сотрудников всего 5% российских компаний. В большинстве случаев система обучения разработана с учетом потребностей различных категорий сотрудников. Есть варианты программ в зависимости от подразделения. В топе форматов обучения – участие во внешних курсах, программы менторинга и наставничества, организация профессионального обучения внутри компании. Ольга Хомракулова, События. В Самару прибыли полсотни самых обаятельных и привлекательных студенток со всей страны. Девушки прошли отбор в конкурсе «Краса студенчества России», который проходит в рамках Всероссийской студенческой весны. Сегодня конкурсантки показали свои номера. За раскрытием творческого потенциала наблюдала Мария Левина. Юлия Симоненко заканчивает медицинский университет и решила провести последний студенческий год ярко. Девушка прошла отбор в национальный конкурс «Краса студенчества России». Это, наверное, объединение всех студентов нашей необъятной страны. Несмотря на такое сложное время, я очень рада, что этот фестиваль состоится и что мы все сможем встретиться у нас в Самаре. Для участия в конкурсе в Самару прибыли 56 студенток из 44 регионов страны. Сегодня они показывали творческие номера. На раскрытие творческого потенциала конкурсанткам дали не более двух минут. «Краса студенческая весна» В 2022 году конкурс проводится в рамках празднования 30-летия программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». В оргкомитет поступило свыше 300 заявок. «Победительница, она уже среди девушек, она уже обладает тем набором знаний, достижений, опыта. И самое главное – ей быть просто собой и дать нам возможность членам жюри по достоинству оценить ее, увидеть эту победительницу». Помогают организаторам конкурса более 150 волонтеров, которые также проходят кастинг и приезжают в Самару из разных уголков России. «Они все прошли обучение, очень много функционала. У нас волонтеры и встречают участников, и в утреннее, ночное время встречают участников, показывают все гостеприимство региона, помогают экспертам». В финал конкурса пройдут 12 участниц. Уже 6 марта участницы сразятся за титул «Красы российского студенчества». Мария Левина, Сергей Баскин. События. Баскетболисты Самары начали выездное турне в рамках Суперлиги. Первый матч волжане сыграли в Москве против ЦСКА-2. Чтобы занять более высокое место в таблице перед плей-офф, самарцам необходимо побеждать во всех оставшихся играх. Как завершилась встреча в столице, а также о других успехах самарских спортсменов, расскажем в спортивной рубрике. Баскетболисты Самары начали выездную серию из трех игр в российской Суперлиге. Первым соперником стал московский клуб ЦСКА-2. Волжане в дебюте встречи получили неплохое преимущество, но хозяев это нисколько не смутило. Они выровняли игру, а затем вырвались вперед. Но пять очков от Евгения Фидия позволили Самаре завершить четверть в свою пользу. Во второй четверти волжане получили солидное преимущество, которое удерживали до перерыва. В третьем игровом отрезке разница в счете достигла 20 очков. Москвичи смогли только немного сократить ее, но приблизиться к гостям так и не смогли. Самарцы уверенно довели дело до победы 93-75. Самара продолжает погоню за лидерами в турнирной таблице. Сейчас команда на четвертом месте. Впереди две уральские команды и московская руна. В столице Египта Каире прошел этап Кубка мира по фехтованию. В составе сборной России выступили самарские рэперисты и братья Антона Кирилла Бородачева. По итогам личных соревнований Кирилл вылетел в 1-8 финал, уступив Джорджу Аволе из Италии. А Антон стал победителем турнира. На пути к финалу он одолел трех французов, японца и итальянца. А в решающем поединке победил своего соотечественника Владислава Мыльникова со счетом 15-6. В командном турнире российская сборная, в составе которой были братья Бородачевы, Искандер Ахметов и Владислав Мыльников, заняла второе место. Начать турнир россияне должны были поединком против сборной Украины, но соперники отказались выходить на дорожку, им было засчитано техническое поражение. В четвертьфинале россияне обыграли сборную Японии 45-28, а за выход в финальный раунд рэперистов Южной Кореи 45-33. В борьбе за золото россияне уступили команде США. К концу второго круга братья Бородачевы, выиграв два боя подряд, сократили разрыв в счете до двух уколов 28-30, но заключительная часть встречи лучше удалась американским рэперистам 34-45. В Саранске состоялись финал Кубка России, всероссийские соревнования Кубок Федерации по фигурному катанию на коньках. В программе турнира в публике было представлено одиночное и парное катание, а также танцы на льду. Всего в соревнованиях приняли участие больше 140 фигуристов. Тольяттинский дуэт Ольга Мамченкова и Марк Волков завоевали серебряные медали среди юниорских танцевальных пар по программе кандидатов мастера спорта. Воспитанники с шор номер один за два проката получили 161,61 балла, уступив лидерам соревнований Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу из Москвы почти 20 баллов. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров из Москвы. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok